Всем привет! Бывает такое, что в телевизоре или проекторе есть несколько HDMI входов, но только один поддерживает высокое разрешение с высокой частотой. Или просто в телевизоре или проекторе один HDMI вход. Речь конечно про достаточно старые телевизоры, ведь в них сейчас минимум два входа. Однако ситуации разные бывают. И если нужно все-таки подключить к одному хорошему входу пару устройств, которые выжмут из него все соки, на помощь придет переключатель, которому можно подключить несколько источников, в нашем случае два. Встречаем HDMI 2. 0 переключатель Agrin 9333. Погнали. Свич пришел одновременно с Bluetooth-трансмитером, то есть за две недели. Соответственно коробка также повреждена, даже больше, чем у трансмитера и акт был составлен на одну эту посылку целиком. Сама коробка повреждена, но содержимое ее полностью целое. Характеристики, на коробке они чуть подробнее. Устройство представляет из себя небольшую черную коробку, с двумя входами и одним выходом HDMI, а также портом USB для питания. Сверху находится один единственный орган управления, это кнопка, а также два светодиода. На дне содержится немного информации, что это модели производителя. А также есть ножки из вспененного материала, чтобы предотвратить скольжение, однако это не сильно помогает, так как коробка очень легкая и легко поддается воздействию жестких проводов. В комплекте есть кабель питания USB-Micro-USB, а еще инструкция. Принцип работы простой, подключаем два источника изображения к одному, скажем так, приемнику изображения, то есть к проектору, телевизору или монитору. Максимальная версия HDMI 2.0 поддержка изображения 4 копейки 60 Гц. Собственно про устройство больше особо и нечего рассказать, так как оно предназначено только для одной задачи подключить. Попробуем подключить к нашему HDMI свечу ноутбук и HDMI стик на Z8350, а на выходе убдет у нас телевизор ТК с поддержкой 4К60ХЗ. Ноутбук сразу подхватывает телевизор и позволяет выставить нужное разрешение в режиме расширения. Родное разрешение ноутбука Full HD, перетащим браузер на телевизор. На самом телевизоре проверим входной сигнал. Вторым источником будет выступать мини-ПК, в виде HDMI свистка. Сразу появилась проблема, что он не влазит по ширине с подключенным параллельно кабелем HDMI, и тут идет на помощь небольшой HDMI удлинитель. И вуаля, спецификация у стика, максимальное разрешение Full HD, но как видим в 4 копейках вполне работает, но в 30 Гц. И это вина не провода, я пробовал отдельно стик включать и напрямую в телевизор, все равно 30 Гц. Запустил на обоих источниках видео в YouTube и замерил потребление. Разобрать я его не смог, винтов нет, щелей тоже, это конечно плюс, устройство получается литым. Но разобрать без вандализма не получится. Есть по углам тонкие швы, но щели в них нет и при сжатии или скручивании не появлялись. Со страницы лота можно узнать, что внутри чип ИТ-66354 ФН, однако я такого не нашел, ближайший по характеристикам вроде ИТ-66321. Итог, годный переключатель с поддержкой 4К60 ХЗ. Главное, чтобы умел источник и использовать подходящие провода. Остальное дело за ценой. Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю. Есть еще промо-код, но он не прошел у администрации. Узнаю, можно ли его заменить и добавлю сюда, инфу. Если кого устройство заинтересует, следите за информацией. Товар предоставлен для написания обзора магазинам. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Все ссылки в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok